Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex and Play, и мы продолжаем играть в мод Кейзерейх, ой, Кейзередукс, Кейзерейх Экспэншн. За Российскую империю, за все ЛДПР, за рыночный либерализм. Всё как обычно, за конституционную монархию. И в прошлой серии мы победили Германскую империю, а также Австрию и Австрийскую империю. Разгромили два их блока, блока и австрийский, и немецкий, и вот такие вот у нас теперь границы евразийского блока нашего, нашего альянса. Французская коммуна забрала себе только Бельгию, сделала марионеткой, ну и вернула их за с лотеринкой. Даже Швейцария осталась под нашим контролем. Но мы можем сделать еще так, то есть отдать вот это Франции, потому что, ну, она заслужила эти земли, чтобы было красиво. Всё. Чтобы было красиво, не такая вытянутая Швейцария. Вот такая французская коммуна, но они воюют с третьим интерн... с Антантой. Не знаю, победит ли Антанта вообще, или французы начнут усаживать сейчас с британцами во Французскую социальную республику в Африке. Вот это я не могу узнать. Это мы уже посмотрим, как ситуация будет. Но в этой серии главная задача это нам будет повоевать с Османской империей, с Ираном и Афганистаном. А уж дальше мы уже посмотрим по ситуации, что мы будем делать. Ещё мы вступаемся в голландско-инсулинскую войну. Нам надо инсулиндию тут затащить. Но инсулиндии практически уже ничего от инсулиндии не останется. Потому что они готовы уже капитулировать на 62% и уже 82 тысячи потеряли. В голландско-устынке хотя тоже 83. В Нидерланде 19. Но я думаю, мы тут сможем протащить. Если не сможем, то уже будем придумывать тут высадки какие-нибудь. И так далее. Но я флот тут ещё поставил на ударное соединение. Должен вроде бы нам помогать как-то. По идее. Но посмотрим, как всё это будет. Я надеюсь, что всё нормально будет с этой инсулиндии. И мы с ней разберёмся. О, как раз можем ромашкинские нефтяные поля ещё сделать. Тут ресурсы разведать. Неплохо так. Тут отправим ещё китайцам оружие. Также давайте... А, у нас только атаковать претензии. У нас в состоянии мира, в общем, Османская империя должна находиться. Но она тут прям тащит. Давайте хотя не подождём всё-таки. Пускай Османская империя тут победит. И мы потом, чтобы просто не возниклили с Египтом и так далее, мы просто заберём. Потому что что там осталось в его войне? В куче войны. Ну всё, Египет сейчас капитулирует. Мы уже бы даже не успели, если бы даже начали. И всё будет хорошо. Мы сначала претензии выдвинем на Египет. Сначала давайте поговорим с Персией. Можем ультиматум им кинуть. Можем сокрушить. Давайте посмотрим ультиматум. Почему бы и нет. Давайте попробуем им ультиматум кинуть. Так. Ну и уже мы тут наши войска пробывают. Мы пытаемся уже пробивать, собственно говоря, войска Инсулиндии. Но пока это не очень получается. Требования Персии. Можем потребовать просто Альянс. Можем потребовать Север-Персии и Альянс. Потребовать контроль над правительством. Потребовать Север-Персии и контроль над правительством. Манну... В общем, как это... Ну, в принципе, социал-контернативизм. Можем потребовать Север-Персии и Альянс. В принципе. Марионетку делать не будем. У нас одинаковые практически идеологии. Ну, то есть не одинаковые, но близкие. По, так сказать, отношениям хорошим. Поэтому можем потребовать просто так. Север-Персии. Так, ну здесь как? Ну здесь не очень ситуация. Они тут неплохо укрепились на самом-то деле. Реально неплохо. Персия соглашается, кстати. Нет, тут бессмысленно атаковать, что-либо делать. Тут надо делать высадку, короче. Давай сделаем высадку. 5 дивизий кинем. А, куда? Ну поближе к порту желательно. Вот так вот. 35 дней подождем. 35 дней подождем и все. И попало бы им туда высадиться на самом деле. Потому что по-другому-то никак. Так, посмотрим, что в Персии. Отлично, они нам отдали север Персии. Спасибо им. Вступили к нам в Альянс. Хорошо. Значит, смотри, что мы дальше делаем. Значит, тут мы будем наступать вот так вот на Афганистан, чтобы его быстро пробить. А здесь мы вот так вот встанем на границе с Османской империей. Как раз у Ирана есть претензии повоевать с Османской империей. Тут забрал Осман много их территорий. Поэтому все будет нормально. Мы это сделаем. Ну и врата в Индию скоро будут открыты. Ну вот мы на Афганистан налетели. Нормально. Вот, сейчас разберемся с ним быстренько. Но он слабый. Так что все будет для нас тут очень просто и легко. Скоро уже Выска, кстати, подготовится для Инсулиндии. Так, тут давай вот этот город. Джалалабад. Возьмем. И Кабул. Сейчас будет взят. Да, Кабул взят. Но Афганистан скоро капитулирует. Осталось Кандагагр взять. Кандагагр. Кандагагр. Блин, Кандагагр. Кандагагр, конечно, надо взять нам. Нужно уйти агента. Ну, давай. Наймем агента. Но мы тут его просто разносим. У него нет шансов. Ну и вот мы в Кандагар заходим. Так, высадка, кстати, пошла. Пошла высадка у нас в тыл Инсулиндии. Хотя тут есть одна девизия, к сожалению. Ладно, сейчас с Афганистаном разберемся. И тут уже будем воевать с Инсулиндией непосредственно. Так. Вот мы и вкачали железный занавес. Можем пойти в Антанту, но мы как и договорились, что мы в Антанту вступать не будем. Наверное, да. Я думаю, что не будем. Ну, с третьим интернационалом мы сяно повоюем. Так. Поэтому сближение со старым союзником мы брать не будем. Индийская политика. Ну, в индийскую политику особо выходить незачем. Там мы будем поддерживать Антанту. Ну, другие просто нет смысла других поддерживать. Хотя можно Индийскую империю поддержать. 16.50 дивизий. Хотя можем Индийскую империю поддержать. Но это чуть позже. Давайте пока в правительство народного доверия выйдем. Хаос, предшествующий нашему правлению, подорвал доверие многих рядовых граждан правительства. Зачем привязываться к партии, которая может править всего несколько месяцев? Однако мир и процветание нашего правления покорили многих цинников. И мы установили подлинное доверие к нашим народам. Они верят, что мы будем работать в интересах. В их интересах. А мы верим, что они будут поддерживать нас в обозримом будущем. Век политических цинников целесообразности. Россия приняла новый общественный договор и будет процветать благодаря этому. Про это народного доверия произойдет событие. Что-то я никогда не брал, поэтому даже не знаю, что произойдет. Так, ну тут мы пытаемся делать выставку, но тут нам мешает. Речь Черчилля о железном занавесе. Давайте прочитаем, потому что никогда он не был переведен. Я не помню, чтобы вы его читали. Речь Черчилля о железном занавесе. Поражение Германии от объединенных французских и российских войск некоторое время назад вызвало шок по всему миру. И стало очевидно, что этот второй Велькрик изменил лицо Европы на долгие годы. Континент был разделен между третьим интернационалом и российским блоком. Оба из которых обладают огромными силами и имеют разногласия с другой стороны. И все же они... Все же ни один из них не решил нанести удар первым. Знать, чего континент раскололся надвое. Петроградский университет в России имел честь принимать царя Уинстона Черчилля, известного британского государственного деятеля, писателя и бывшего первого лорда адмиралтейства Великобритании. Стоя перед присутствующими студентами, Черчилль первым делом отметил большие жертвы, которые понес русский народ во время второго Велькрикса. Из-за веры, что Британская империя и Россия всегда будут естественными союзниками в этом новом мировом порядке, политик описал Европу как континент, разделенный между двумя принципиально разными силами, одной свободой и одной синдикалистского террора, одной добра и одной зла. И что их разделяет? Железный занавес. Он выражает свою тревогу по поводу того, что так много европейского наследия и знаменитых городов теперь находится во французской сфере и надеется, что Россия и Содружества смогут объединиться против этой революционной угрозы. Хотя Черчилль не был первым, кто высказал эту идею поразительно, образность в речи установил новый рубеж в истории. Европа вместе с ней и весь мир оказались разделены в результате Холодной войны, вызванного скорее идеологической борьбой, чем балансом сил. Ее можно решить только с помощью подрывной деятельности, гонки вооруженных вооружений и дипломатии, или конфликта, гораздо более разрушительного, чем Второй Велькрик. Новая эпоха в мировой истории. Ну блин, что-то Османская империя нифига не выигрывает уже. Выигрывала, выигрывала, а теперь начала сливать. Блин, что-то мне не нравится, что-то как-то не идет. Поддержка морского вторжения может быть помочь. Поможет. Попробуем все-таки здесь еще проатаковать. И придется менять высадку и атаковать куда-нибудь в другое место. Даже не знаю куда. В Медан, что ли? Не-не, тут высадка провалена, уже не получится. Ладно, давай еще будем готовить следующую высадку. Что-то вообще не идет. Ужасно просто. Высадка провалилась, но ничего страшного. Мы сделаем высадку в другое место. Судьба Афганистана. Естественно, делаем марионеточку. Вот, делаем марионетку тут. Раз уж мы не захотели Иран захватывать, то все у нас отлично будет. Вот так вот. Все будет хорошо. Окей, но будем готовить следующую высадку тогда. Что же, что нам остается еще делать? Слушайте, ладно, великой претензии на проливы мы не можем это делать. Мы должны... А, это мы должны в состоянии мира быть. Блин. Ну, тогда ладно. Мы попытаемся все-таки закончить войну с Инсулиндией сначала. А потом уже будем требовать. Ну, потому что обидно будет потерять эти решения. Великой Армении претензии на проливы. Хочется все-таки взять. Пускай пока. Ну, в принципе, выгодно, с другой стороны, что Османская империя еще не проигрывает. Проигрывать начинает. Проигрывать начинает. Это хорошо, с другой стороны. Ну, вот, Тихоокеанские Штаты победили в войне. И сейчас им все отдадут. А, ну, Аляска, кстати, пока ничейная. Надо попытаться Аляску, кстати, забрать. Ой-ой-ой, забрать-то Аляску надо. Тогда мы вот эти должны фокусы быстро пройти. Взять Аляску. А то США сейчас вернет, и будет жопа. И мы ничего не успеем. Но в Англию, ну, снова Англия, скорее всего, Канада. Просто отдаст США и территорию, и все. И США, скорее всего, вступит в Антанту. Я думаю. В Антанту вступит. И они быстро будут громить потом Мексику и так далее. Да, дивизия у нее дохрена, так что. Да, на самом деле, я думаю, что мы в Антанту тоже вступим. И за какой-то экономической там, когда они нам не помогли, экономику не поддержали, ничего страшного. Потому что они думали, что рынок на самом деле нестабилен. И, в принципе, можно будет вступить в Антанту и разгромить тогда все-таки мир. Потому что, ну, зачем? Я не хочу потом, чтобы в будущем какое-то противостояние было с Западой и Россией. Мы, в принципе, идеологию одну имеем. Зачем нам враждовать? Это неправильно. Все-таки. Ну, как я и говорил, США вступила в Антанту. Да. Все, вступила в Антанту. Отдали ей Новую Англию, Канадцы и США теперь вступили в войну. Класс. Ну, теперь тогда проблема будет французской коммуне и третьим интернационал победить. Если они даже во Францию еще не могут высадиться, то как бы о чем говорить? О чем говорить? Вот. Правительство народного доверия. Настоящая демократия, когда правительству доверяют люди, которые его избрали. Мы создали широкую коалицию партий, которые будут пользоваться доверием народа и обеспечат в нашей стране действительно нужные реформы. Отличная коалиция. Убирает коалиции, что дает САО-консерватору изменения популярности плюс пять. САО-либерал изменения популярности плюс пять. Рыжь, что либерал изменения плюс пять. Будет добавлена идея по МЛКО, Василий Леонтьев, Василий Шульгин. А, то есть в правительстве будут заседать различные, так сказать, лидеры других партий. Да, Павел Маняков от социал-либералов. Да, вот от РТДП как раз таки. Василий Леонтьев, это рыночный либерализм. Министр экономики, капиталист невмешательства. Он нам дает скорость строительства плюс четыре, футильность увеличения ресурсов плюс два. Конечно, военных заводов минус два процента, но это не страшно. Ну и Василий Шульгин, это министр у нас внутренних дел, социал-консерватизм. Страдательный лидер, решение правоспалит власти и стабильность плюс два дает класс. Павел Маляков нам временно продает цель войны, минус пятнадцать, гражданские развитые данные плюс двадцать. Ну и глава правительства остается, естественно, Коновалов Александр. Окей, ну давайте тут быстро влияние на Туркестан, прокачиваю фокусы, чтобы Аляску просто урвать. Вот, попытаться. Так. Скоро будет высадка готова, ну как скоро, ну. Осталось подождать ее нам. Чего? Соединенные Штаты Америки французская ОМОНа подписывает мир? Мир? Чего? Что? Что? Я не понял. Они как бы... Мексика подписала мир? Французская коммуна подписала мир США. Но при этом продолжает воевать с Антантой. США тоже находится в Антанте, а мир... Тут бред какой-то произошел, что они, типа, мир подписали. Но война с Антантой продолжается. Сейчас США, походу, опять вступит в эту войну. Ничего я не понял. Ну ладно, не, война с Антантой продолжается. Просто дичь какая-то произошла непонятная, необъяснимая, но факт. Так. Ну и давайте брать либеральную демократическую партию. Правое крыло котетов захватил контроль над партией. Это толкнуло левых и вывело их равновесие в центр. Но мы и без них одержали победу. Народ поет нам дифирамбы на улицах. Наша ЛДП будет бороться за народ, за Россию. Вот. И за Россию. Берем, значит, данный фокус. Отлично! Аляска нам сдается. Отлично. Аляска просто становится нашей марионеткой. Ну здорово, я рад. Отлично. Аляска наша. Ну вот только мы подождем, когда там русская администрация будет. Мы ее тоже интегрируем в наш состав уже после этого. Пока пускай будет марионеткой. Так. Ну и тут я строю дальше инфраструктуру по всей стране. Развиваем дороги. Так. Понеслась следующая высадка. Сколько дивизий? Десять на этот раз. И они плывут вот сюда, в Медан. Чтобы попытаться тут как-то подействовать. Как раз тут давай начинаем нашу атаку. Давай тут Медан немножко поатакуем. Уже с высад... С высад... С дивизиями, которые уже высадились. Так. Так. Тут мы будем наступать. На юг, в принципе. Ну а тут давай вот в северную Сумантру зайдем. И вот так вот сделаем все. Думаю мы тут тоже легко разберемся. Уже восточную Сумантру берем. Восточную. А нам надо западную еще снять. Ну мы в принципе тут легко разбираемся. Победа будет за нами. Пеканбару теперь осталось взять. И это будет капитуляция, я думаю. Так. Взяли мы столицу. Готовы они на 75% капитуляции. Так, тут давай мы все вот так вот войска отправим. Вот так вот на юг пускай наступают. А эти задания пускай выполняют. Роспуск КДП. Сегодня КДП навсегда прекратил свое существование. Партии Народной Свободы или Конституционно-Демократической партии больше нет. Однако, следуя учению Набокова, партия называется ЛДП. Либерально-демократическая партия. Левое крыло партии, которое возглавляет Николай Некрасов, переименовало себя в Российскую Радикально-демократическую партию. И больше не считается фракцией нашей партии. Интересно. Либерал из меня управляет 7%. Ну и вы вот видите, как партии будут называться. Да, у нас теперь ЛДП партия называется. Нормально. Так, по фокусам что еще надо вкачать? А, мы смотрим, уже второй срок КДП полностью вкачали все внутрь политический фокус. Ну, я даже не знаю, что дальше брать. Все, мы взяли. Давай диску политику, допустим, возьмем. Так, наступление давайте. Проводим. Опа, в котел взяли. Молодцы. Голландская уста Индия, молодцы. Все, мы тут разберемся сейчас полностью с ними. Сколько процентов. Ну, еще много. Еще много. Но ничего. Сейчас мы еще и тут окружение Форд и Кок возьмем. Вот. Ну, прям классно. Прям классно. Ой, Павел Милюков-то скончался, блин. Жалко. Вот то, что он только что стал, так сказать, в правительство вошел, министром внешней политики стал. И вот он скончался сегодня, 5 марта 43-го года. Жалко. Теоретик российского либерализма, премьер-министра нескольких правительств и бывшая правая рука покойного президента Керенского скончался в своем поместье под Нижним Новгородом. Момент-то море. И будет убрана идея Павел Милюков. Теперь, короче, будет Николай Некрасов нашим министром внешней политики. И выбрав сенат 43-го года, новый сенатор готовый там нас помогать нам, прийти на службу свою. Так, ну и давайте поддержим государство Индию, которое не Доминион, а просто Индии. В этой войне. Ну, то есть, пост подготовим его к противостоянию с Доминионом Индией, там, с тоталистами всякими. И скончался еще Николаев Ксентьев, уже наследший день, ну, то есть, не наследший, 8 марта 43-го. Сегодня, в возрасте 66 лет, скончался Николаев Ксентьев. Мы будем помнить его как великого политика нашей страны, который помог России стать еще сильнее. Один из лидеров СССР, всю жизнь посвятивший своей родине. Ну, это, по-моему, правый СССР, если я не путаю, центрист, по-моему. Ну, что там, готовы Индии капитулировать? Ну, пока еще не совсем. Давай тут на южный Сумантру пойдем на город. Давай вот сюда еще зайдем, Фораде Кок попробуем окружить, тут 5 дивизий. Инсулиндии. Тут все разрывают пакт о ненападении леваки против нас, ну, окей. Пускай. А тут требования Карелии, я просто покачал фокус, чтобы просто было видно, что мы вот эти все фокусы прошли. Ну, давайте электронную войну возьмем. Военные инновации, кстати, от земства мы получили. Наши светлые умы в исследовательском штате сообщают, что они добились значительного успеха в своих военно-инженерных исследованиях. Лидируя в разработке новых запатентованных изобретений. Их усилия облегчают работу нашим исследовательским группам по всей стране. В общем, технологии бронетехники, авиации, поддержка артиллерии, технологии пехоты. Класс, спасибо. Молодцы земства в этот раз. А то некоторые там в прошлый раз, когда мы уже 2-3 раза земства просто... Мы просто просрали деньги, к сожалению. Просто... Воровство и коррупция была. Но здесь, слава богу, коррупции никакой не было в этот раз. Ну всё, это уже капитуляция тут. Осталось чуть-чуть. Вот как раз форт ДКГ взять, и это будет полная капитуляция. Мы потеряли 8 тысяч, они уже 206 потеряли. Ну и давай тут окружение. Всё, инсулин декапитулирует. Будет мир-то. Пока что-то его нету. Ну окей. Нету так нету. Так, тут мы... Ну я не знаю, куда войска свои девать уже. Ну давай вот сюда что ли. Отправим. Свободные фабрики. Ну давайте ещё инфраструктуру строить, конечно же. И доступная ячейка. ПВО вкачаем. РЗСО вот так. Ну и тут вот это ночное видение вкачаем тоже. Ну и отправим претензии на проливы Османской империи. Всё, претензии на проливы у нас получены, да? Ну да, на эти проливы у нас получены претензии. Ну значит окей. Будем уже начинать атаковать Османскую империю. Через 14 дней начнём наше великое наступление. Вот так. Всё шикарно у нас происходит. Очень доволен всем, что произошло. И что голландская Ост-Индия наконец-то забрала все свои регионы. Это тоже прекрасно. Ну вот, 16 апреля 43-го года мы нападаем на Османскую империю. И всё-таки во Французскую социальную республику высадилась. Французская коммуна. Британский союз. Всё-таки Францию они точно уничтожат. Францию они уничтожат. О, кстати, против Ирландии-то воюют и канадцы, да? Правильно понимаю? А нет, нет, неправильно понимаю. Это итальянцы высаживаются. Поэтому канадцы цвет похожи просто у Канады. И если так вот приглядеться, то очень цвет Канады, Италии и Южной похож. В общем, Французская социальная республика, всё, ей конец. Это стопроцентная информация. Ничего не могут сделать. Нет. Конечно, в Северной Америке доминирует. Понятное дело, что в Антанте, в Соединённые Штаты, в том числе, доминирует, конечно, в Центральной Америке. И тут, как бы, скорее, вряд ли высадится в Французской, третий интернационал в Антанту. Именно в Канаду или в США, это вряд ли. Флот всё-таки у США довольно большой, я думаю. Да, большой флот вместе, если смотреть. Ну, а у Французской коммуны какой флот? Ну, 40-61 корабль, слабо. У Британского Союза хоть и тоже немаленький флот, но я думаю, что вместе с США и Канадой он ничего не может противопоставить. То есть, в США и Канаде он ничего не может противопоставить. Самый большой флот, конечно, у нас. 792 корабля. Да. У нас самый большой флот. Сколько по времени, кстати, запись? 28 минут, но ещё есть время. Поэтому давайте наступаем на... Во-первых, призываем сюда в Иран и поехали. Так, и здесь ещё надо призвать, во-первых, Грецию. Давай Грецию призывём. Чтоб просто тут наступать всеми войсками. Болгарию, слава богу, она называть не надо. Ну, тут опять-таки это будет легко. Османская империя прииграет. Она ещё воюет с Йеменом, так что... Она отвлечена, и мы её легко победим. Всё, уже наше наступление вовсю идёт. Шпель Шамар ещё пока только не вступил. Мы можем объявить войну. Просто объявляем войну и его марионеткам всем. Ну, и вы видите, как мы наступаем. Уже Константинополь сейчас возьмём. Потом войну вкачали. Управление спецназа. Всё, вот это вот сейчас скачаем, всего нашу армию. Вот и всё. Подельно армянское восстание, кстати. Нормально, нормально. Нормально армянское восстание. Здорово. Попросить право на проход войск. Всё, мы спасём армян тем самым. Это наша спецоперация по поводу освобождения армян. Ну, тут уже по-настоящему. Так. Мексика капитулирует. Значит, Антанта там побеждает. Всё, и Константинополь наш. Ну, всё. Просто избиение. Осман. Тут нам ничего, собственно говоря, не могут ничего сделать. Вообще ничего. Конкория, скоро подойдём. Это просто победа. Это легчайшая война, которую я видел. 54 тысячи мы потеряли. Османской империи уже 383 тысячи. Но она за всю войну, конечно, потеряла. Не за данный момент. Не за данный период. Так, статус Армении давайте. Счастьём, 21 день. Спросим. Проведём референдум. Хотят ли они вступать в наш состав. Пост по требуемых возвращения. Я готов! Посмотрим, что скажут армяны. Готов побегаться. Так, Анкара взята. Испанская импера скоро капитулирует. Ждём ответа от Армении ещё. Блин, Армения всё-таки отказывает нашим требованиям. Чёрт. Чёрт. Это тогда очень, на самом деле, противоречит. Это же просто война. Ладно. Часть войск мы отведём. Разобраться с армянами. Обидно. Я-то хотел, чтобы они... Вступили мирно. Мы бы тогда оправдали эту войну. Название этой войны. Ну ладно. Значит, это просто война. А не операция. Всё, Ереван мы сейчас берём. Падение Алжиры ещё происходит. Тем временем. Всё, Французскую Республику в Африке там вообще не спасти будет. Так что мы можем вступить в Антанту, в принципе. Потому что Францию мы тогда просто заберём в себе как марионетку. Вот всё. Хотя всё равно можете написать и сказать, что не надо этого делать. Давай пробиваем Тифлис тут. Всё, армяне капитулируют. Мы их забираем просто. Всё, подтверждаем и выходим. Всё, они в нашем составе. Ну и Османская Империя, что от неё тут осталось? Очень уже слабая она капитулирует сейчас. Ну вот, просто мы её громим. Всё, Джибель-Шамар сейчас будет взят. Дамаск уже пробиваем. Так что они в скором времени капитулируют. Тут мы котёл неплохой закрыли. 687 тысяч потерь. И готовы на капитуляцию на 95%. О, мяу-мяу встаёт. Мяу-мяу, мяу-мяу, конечно. Мяу-мяу, я-то пошутил. Но очень похоже звучит. Вступные доктрины вкачаем. Джибель-Шамар капитулирует. Дамаск пробивается. И Дамаск мы возьмём. Я думаю, они капитулируют сразу. Думаю, да. Смотри, пробиваем. Хочу потерь только посмотреть. А, нельзя потерь посмотреть. Ладно, хорошо. Мы сейчас поделим. Поделим все эти территории. Я вам покажу, что же получилось в итоге. Ну что ж, война вот такая. Вот, что забрал Иран, вы видите сами. Забрал себе Ирак. И забрал тут некоторые территории. Абу-Даби. Хасаб. Катар. Аликатор. И Бахрейн. Он себе забрал. А также Басру. Великую Армению, конечно, мы это делаем. Мы прожимаем судьбу Армении. Мы реинтегрируем армянские земли, конечно же. Так. Тут, ну вот, всё, в принципе, достойно. Тут забрал Йемен. То, что ему, в принципе, и полагалось. Вот он забрал Асир. Ну, и Йемен, Маскат. Маскат, во-первых, находится в Антанте. Аман, Маскат, говорю. Ну да, Маскат. А Йемен. Пускай будет независим. Меня он вообще никак не привлекает. Ну, тут нефть, конечно, есть. Но не так уж много. Так что у нас и так будет много нефти. Не будем жадничать. Скоро. А потом она откроется вот здесь. Вот всё будет. Будет нефть. В Саудской Аравии просто она пока не открыта. Но она будет. Так. Ну и что мы делаем? Судьба Египта. Мы давайте создадим лояльный Египет. И Судан. Разделим вот так вот. Судан пускай будет. Либерализм тоже египетский. Вот такой Аббас второй управляет. Ещё подсливее с этой разобраться. Судьба Аравии. Мы создаём лояльную Аравию, конечно. Хошемиты. Такая вот хошемистская Аравия у нас. Судьба Анатолии. Блин, вылет произошёл. Чёрт. Ну, блин. Забавно, что вступила Марокко в Антанту, будет воевать против коммуны, против третьего интернационала. Ну, удачи, Марокко. Тебя сожрут. Тут быстро. Очень быстро. Решение, кстати, не появляется почему-то на Сирию. Не понимаю, почему. Просто нет решения и всё. Получается, если мы фейт Анатолия не выполним, то всё проиграет. Ну, давайте сейчас в Царьград тут прожмём решение. Ну, просто тогда отдадим, хотя бы Павел, блин, но вот тоже дичь. Павел Маляков оказывается жив, но вот просто бред. Он будет руководить другого какого-нибудь царя там, семьи, нельзя было поставить. Ну, вот это мы Болгарии отдали, конечно. Но меня это не устраивает. Мы отдадим вот так вот. Ну, что придётся делать? Придётся турецкие земли отдать. Вот этому вот Босфорум, это Дарданельскому правительству просто отдать. То есть, если мы прожмём сейчас на Анатолию судьбу, то всё. Будет чережок. Поэтому, пишите, стоит ли продолжать мне данную кампанию. Тут я вот эти земли даже передам, потому что решений на Триполи не будет. Поэтому всё вот это я французской кому не передам. И всё. Потому что это мы тоже выделить не можем. Нету таких у нас возможностей. К сожалению. В общем, пишите, что вы считаете нужным делать. Ну, у меня уже, на самом деле, нет никакого желания ничего делать. Просто нет. Ну, короче, что я могу сказать? Вот. Прошло решение. Вы видите, фейлит. Фейт оф Анатолия. Ну, придётся отдать просто вот этому Константинополю. Потому что, ну, другого варианта просто нет. Карс и Гдир. Ну, давайте мы, конечно, астимулируем. Левант. Мы реализуем Сирию. Вот такую вот. Тут мы все фокусов качали. Остаётся только, по факту, вот этот фокус, который мы, скорее всего, брать не будем. Просто будем воевать. В общем, напишите в комментариях по поводу продолжения, во-первых, всего прохождения. Или уже завершить. И прийти к новому. И там попробовать обновить версию и так далее. Посмотреть. Я вообще там тренировочные всякие игры проведу. Что будет вылет или нет, если я обновлю на новую версию. Либо придётся вообще приходить на старую. И там будут. Чтоб там играть. За Францию и так далее. Ну, вот когда вышли, типа, обнова. Французского. Тогда мне. В общем, принести мод на версию, на котором сейчас растификатор. Вот. Как-то это сделать. Либо играть без нового DLC на конференции. Возможно, и в этом проблемы. В общем, пишите, что вы думаете по поводу этого повода. Ну, по поводу этого повода. В общем, думайте, что здесь происходит. Так. О, Греции, типа, мы отдаём. Ну, слушай. Не, такое не устраивает. Курдистан. Можем республике Иран отдать. Вот тут вот. Вот эти вот две земли. Две земли. Две территории. Давайте просто реализуем Курдистан. Такой вот. Будет ли ещё решение, не знаю. Ну, судьба Анатолия меня очень расстроила. Поэтому я всё-таки... Ну, Греция некрасиво тут будет смотреться. Так что я просто эти территории отдам. Отдам. Вот этому правительству. Просто. То, что другого вранта я просто не вижу. Может быть, они сделают марионетку. Пульт марионетка у нашей марионетки. Если у них произойдёт такой ивент, конечно. Ну, вот таким образом. Хотя, ладно. Это вот мы оставим себе. Такие территории. Вот, посмотрим. Может быть, марионетка что-то решит. Блин, они отдают эти территории. Вот идиоты. Упёртые. Пойдётся тут национальные территории им дать. Чтоб они не так всё отдавали. Ну, это бред, то, что они делают. А марионетка решает как лучше. Так, решение. Вот это мы, конечно же. Вот, всё. Такие границы. Поэтому я не знаю, что дальше стоит ли нам делать. Поэтому пишите обязательно в комментариях, что да как. В общем, я не вижу смысла просто играть, продолжать что-то, что-либо делать. Просто, вот, просто нет смысла. Печально, печально всё, что так получается. Я не вижу желания продолжать что-либо, потому что, скорее всего, чем мы дальше будем играть, тем больше вылетов будет страшных и ничего будет не исправить. Меня, на самом деле, устраивает границы, которые сейчас есть. Очень устраивает. Это интернационал тут вынесет Марокко и всех союзников, которые есть в Африке. Всегда он не высадится. Дальше, в общем, всё легко будет. Поэтому обязательно пишите. На этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и знайте, что самое интересное ещё впереди. Интересное точно будет. Всем удачи и пока. В общем, проблема такая. Я включил даже английский язык. Подумал, что это проблема с лосификатором. Но, оказывается, не совсем. Получается, не в лосификаторе дело. Всё-таки в версии мода, получается, дело. Потому что, когда я просто судьбу Анатолия прожимаю... Сейчас судьбу Анатолия давай. Просто это решение прожимается и происходит моментальный вылет. Просто вылет. Просто из-за этого сраного решения на Османскую империю. Ну, что можно сказать? Классно. Просто класс. Великолепно.